Добрый день, коллеги! Подведем итоги 15 недели торгов. Мы снова заработали на абсолютно всех рынках. На американском рынке, на российском рынке и на крипторынке. Неделя была неплохой, хотя рынок шатал туда-сюда. Снова у нас аналитики ошиблись. Они всю позапрошлую неделю говорили, что будут исторически плохие отчеты, квартальные и корпоративные отчеты банковского сектора. Этого не произошло. Банки отчитались прекрасно, показали очень хорошие цифры. И будущая неделя тоже у нас продолжится на фоне корпоративных отчетов банков. Они только начали. Поэтому очередной вывод, что аналитиков не стоит слушать, особенно когда они говорят на прогноз на конец года или на десятилетие, если они не могут назвать нормальные цифры на следующую неделю, то и слушать прогнозы годовые или пятилетние не имеет никакого смысла. Поэтому будем двигаться от недели к неделе, чтобы не заниматься никакими прогнозами, никакой малаховщиной и зарабатывать на том, на чем мы видим, что можно заработать. Прежде чем мы начнем, напомню, что вся представленная информация ни в коем случае не является индивидуальной институционной рекомендацией и предоставляется неограниченному кругу лиц исключительно в целях самообразования и ознакомления. Начнем с американского рынка и в первую очередь хочу сказать спасибо тем, кто делится своими результатами. Это очень ценно, потому что я таким образом понимаю, какую информацию вы потребляете, как вы с ней работаете, насколько это хорошо у вас или плохо получается. Это для меня очень сильные ориентиры. В любом случае я хочу напомнить, что любой участник Дискорда может написать мне личные сообщения или в чат, вот личку можно написать по моему нику, и мы можем созвониться или списаться, и я посмотрю на ваш, конкретно ваш портфель, проведу анализ совместно с моими, там, американскими коллегами, канадскими коллегами. Мы пройдем его через призму стандартов, как нужно делать портфели, долгосрочные, среднесрочные стратегии и так далее. И дадим вам краткий такой, краткий ответ того, правильно вы двигаетесь в нужном направлении или что-то нужно поменять. Что еще касательно прошлой недели, я указывал на стриме о том, что у нас S&P 500 рисует бычий флаг, и этот бычий флаг был отработан успешно. Я сейчас его покажу поближе, чтобы было четче видно. И далее я написал, что вот этот флаг, вот он был отработан, мы уперлись сюда, и по сути вот здесь была точка покупки. Далее я написал, что, ребята, обратите внимание на предыдущий флаг, вот он здесь, вот он у нас был в феврале, и после его отработки мы цену понесли вниз, то есть мы достигли нового lower low. Это очень важное наблюдение, потому что здесь может эта история повториться. И если она повторится, то я указал, куда мы можем двигаться к точке поддержки, к линии поддержки, которая у нас была размечена ранее. Поэтому просто имейте в виду, что сейчас, я об этом тоже написал в дискорде, что мы находимся в такой агрессивном уровне, где сошлись очень много точек соприкосновения, это точки поддержки и сопротивления. То есть вот у нас уровень сопротивления, вот у нас уровень сопротивления, вот у нас третий уровень сопротивления, Вот у нас поддержка, вот у нас поддержка Вот от флага у нас голова поддержка Обращайте на такие вещи внимание, это очень важно Потому что после подобных скоплений происходит очень сильное и мощное движение В какую сторону будет, я не могу сказать Вы спрашивали, я не могу, я не занимаюсь прогнозами Я лишь смотрю на цену, куда идет цена И куда идут объемы Где у нас линии поддержки Где у нас находится смарт-мания Где у нас уровни смарт-мания Где у нас ордер-блоки, где у нас имбалансы Я анализирую такие вещи Но наперед я не заглядываю, в этом никакого смысла нет Это бесполезная штука Поэтому просто имейте ввиду Да, мы сейчас заработали на данном флаге За прошлую неделю Но дальше может быть Может быть все что угодно И у нас могут понести вниз Просто имейте ввиду На чем это может произойти Мне пока не понятно Потому что банки отчитываются неплохо Также аналитики говорят Что технологические компании будут отчитываться плохо Это я тоже не верю Но посмотрим Пока я триггеров не вижу Которые могут понести цену вниз Пока что все хорошо И посмотрим, что у нас будет на будущей неделе С точки зрения макроэкономических данных На будущей неделе тоже ничего не будет Да, я опубликовал сейчас Макроэкономический календарь Пятница у нас вообще пятница пустой день В четверг будет отчет по безработице И все, больше ничего интересного То есть там никто ничего выступать не будет Ничего такого нет Вот, поэтому тоже у нас будет тишина На макроэкономическом фронте Это что касается американского рынка Поэтому у нас флагманами будут выступать Ветка day trading, как обычно И мы здесь будем брать основные идеи Плюс у нас Если идеи из day trading будут соприкасаться с momentum То есть если будут одни и те же бумаги попадать туда и туда Значит движение будет действительно очень хорошим И можно будет на нем На нем заработать Что касается swing trading Я опубликовал только одну идею на прошлой неделе По бумаге IOT По-моему, кстати, по ней какие-то вопросы были Я сейчас после подкаста отвечу Вот, здесь есть очень много Паттернов, которые говорят о том Что бумага действительно может двигаться дальше Может отработан быть флаг Может быть отработан чашка с ручкой Двойное дно отработано То есть здесь действительно очень много Скоплений паттернов, которые могут дать Хорошее движение Поэтому по американскому рынку Такая история Что касается фондового рынка России То мы здесь работаем с терминалом Сбербанка И по нему тоже был вопрос по Сберу По-моему, Иван спрашивал Касательно доходности на 15-минутном графике Я ответил, что если бы вы работали только на 15-минутном графике То, собственно говоря, заработали бы Там порядка... Да, вот Так, 69,4% Ну почти 70% можно было заработать С начала года на 15-минутном графике Я сейчас объясню, что такое 15-минутный график Сейчас мы перейдем к Сберу Вот Сбер У нас есть точки входа и точки выхода Здесь мы работаем стандартно То есть у нас есть линия Параметр цены Свечки Да, свечки двигаются Так, как считают нужным У нас есть трендовая линия И у нас есть трендовая область Если трендовая область зеленого цвета Вот она у нас, да Такое зеленое облако Если у нас цена над трендовой линией То у нас есть точка входа Вот здесь, например И если Мы двигаемся вверх И далее Проваливаемся под Линию тренда То здесь Мы уже закрываем нашу Лонг позицию Но не открываем шорт И здесь, собственно говоря Я дополнительно добавил Еще один индикатор Который рисует Sell or buy То есть покупка или продажа Чтобы было Еще более удобно работать Со Сбером Грубо говоря Если бы на прошлой неделе Вы зашли в Сбер По индикатору То вы заработали бы Это позапрошлой неделе Ну почти 3% На прошлой неделе По 15-минутному графику Вы заработали бы 1,5% И если вы будете Я, по-моему, уже об этом говорил Зарабатывать 1% в день С вероятностью 50% То вы за год Ваш капитал на одном Сбере Российский капитал То есть российские рубли У вас вы получите доход Где-то 100% То есть вы удвоитесь И это отличный результат Для того, чтобы не проводить Каждый раз Какие-либо технические анализы И просто зарабатывать деньги На конкретных точках входа Входа и точках выхода То же самое касается Долгосрочных инвесторов Таких Ну не долгосрочных Среднесрочных Кто работает со Сбером То есть Опять же мы берем наш сигнал По которым можно было войти Условно В октябре Рискнуть Да и забрать 82% Или Идти чисто по сигналу Просто Сбера я знаю Я бы зашел раньше Те кто не знает Сбер Могут использовать Дневной график Вот здесь вот И зайти чисто по сигналу У нас есть цена Она вошла В область Выше Сигнальной фиолетовой линии Под ценой у нас все зеленое И мы Заходим Получается В ноябре 9 ноября До старого года И едем Вплоть до Апреля Текущего года И забираем 67% Одной сделкой Одной Я не знаю У Сбера есть плечи Нет плечей Можно ли работать С кредитным плечом Я этого не знаю Но даже На споте То есть Без Кредитных Маржинальных счетов Можно было Заработать 67% Зная точно Область входа В лонг Что касается 15-минутный график То мы отработали Тут вымпел Он прекрасно Себе повел На прошлой неделе И далее Дал выход Вверх На полтора процента Отработав Теку самому Неделю С Хорошим плюсом Что касается Крипты Здесь Все Довольно-таки Просто И Я не скажу Предсказуемо Но понятно Понятно Куда двигается Цена Понятно Что делают Крупные игроки И понятно За счет чего Мы двигаемся Вверх Или вниз Да Давайте начнем С недельного графика На недельном графике Я отмечал На Прошлой и позапрошлой неделе Вот с марта Начинаю Да Что У нас есть область Куда мы должны зайти Мы должны ее заполнить И потом Возможно Мы покатимся вниз Смотря какое настроение Будет на уровне 32 тысячи 32 тысячи И мы Зашли в эту область Вот мы Начали заполнять коридор 10 апреля Мы зашли сюда И начали Заполнять ее Конечно Мы не можем Каждый день Двигаться вверх И заполнять У нас будут откаты Это видно Да Но наша задача Заполнить То есть Мы в уме держим Что у нас уровень 32 тысячи У нас есть Golden Cross По средним У нас есть Индикаторы тренда Которые зеленого цвета Пока Пока все хорошо Что послужит Триггером Откатываться От уровня 32 тысячи Я не знаю Никто не знает И возможно Мы и не откатимся Но Это обязательно Надо иметь ввиду Что здесь Здесь мы должны Область заполнить 30-32 И также иметь ввиду Держать в уме Что возможно Отсюда Когда мы достигнем Цели 32 Мы откатимся вниз Поэтому я здесь На дневном графике Это все Разлиновал Что касается Часового графика Тоже есть область Где мы забираем Ликвидность Да Я здесь написал Аккумуляция И отсюда Будет движение вверх На часовом Здесь делать Особо нечего Чтобы прямо Зарабатывать на нем Нет Но надо иметь ввиду Что здесь идет Набор Набор позиций И Нужна ликвидность Для движения вверх По сути На часовом И на пятнадцатом Графике Крупные игроки Выносят Самых нетерпеливых Самых жадных И самых Недисциплинированных Кто так И самый Самые терпеливые Это которые Постоянно плавят глаза Перед экранами Пытаются Вот на этих Качелях Заработать И пытаются Использовать Любое действие Цены Чтобы на этом Зайти на минимум И выйти на максимум Самые Недисциплинированные Это те Кто не следует Своей стратегии И ломают ее Постоянно Пытаясь Заработать еще больше Смотря что Смотря по сторонам Что А как же так Вот Другой трейдер Заработал Больше А я нет И еще Есть Жадины Которые Ставят Ближние Стопы В Байбите Ой Байбите В биткоине Не работают Ближние Стопы Это надо Понимать Сейчас Крайне Сложно Заработать На Риск Реворд Рейш 2 к 1 Обычно Идет 1 к 1 То есть Вы На Маржинальном Счете Зарабатываете 10% Но Риск У вас Будет 10% Хотите Заработать 20% Будьте Готовы К тому Что Стоп У вас Будет Стоять На Минус 20% Сейчас Такие Правила Игры Да Если Мы Зарабатываем На 15 Минутном Графике Я Стараюсь Своевременно Разлиновывать Чтобы Вы Видели Куда Мы Двигаемся Цена Предсказуемо Двигается К тем Уровням Которые Я Разлиновываю Потому Что Опять Же Работаю С Ордер Блоками С Балансами Которым Мы Постоянно Стремимся Здесь Вот Сейчас Тоже У нас Есть Ордер Блок Сейчас Будут Качели Тут На Вровне 30 3400 Там И так Далее Это Все Очень Не Важно Потому Что Есть Ордер Блок Которым Мы Вернемся Вернемся Мы Когда Нас Несколько Раз Окунут Сюда И Соберут Стопы Возможно Вернемся Лим Сразу Возможно Мы Знаем Что Куда Мы Идем И Куда Сейчас На 15 Апреля Цена Говорит Что Она Планирует Идти Возможно На Будущей Неделе Что То Изменится Выйдет Какая Политическая Новость В Каком Китае Что Еще Или В США И Это Все Обвалится Возможно Но Прямо Сейчас Цена Нам Говорит О том Что Она Будет Ити Вверх Куда Именно Я Указал Куда Она Пойдет Это Не Прогноз Просто Тут Лежит Ордер Блок Кому То Нужна Цена По 31 Тысяч И Все Все Очень Просто Я Не Берусь Говорить Где Будет Цена Через Неделю Через Месяц Или Еще Что Пусть Это Делают Другие Я Не Буду Этим Заниматься Вот Поэтому На Будущей Неделе Мы Продолжаем Работать По Разметкам На Будущей Неделе У Мне Будет Много Перелетов Я Не Уверен Что Смогу Оперативно Здесь Все Размечать И На Фоне Перелетов У Меня Все Рабочие Станции Со Стримом Останется В Австрии А Я Полечу На Другой Континент По Работе И Не Факт Что Я Смогу Если Что Нибудь Отвалится На Стриме Вовремя Это Исправить Вот Но Я В общем К тому Что На Будущей Неделе Если Что Где-то Отвалится Нужно Будет Подождать До Конца Недели Чтобы Я Вернулся И Все Исправил У меня Будет Удаленный Доступ Но Ну Не факт Что Все Будет Работать Быстро Поэтому И Вообще Работать Поэтому Просто Хотел Хотел Предупредить Поэтому Повторюсь На Следующей Неделе У нас Ничего Серьезного Не ждет Никаких Волатильностей Ничего Такого И Будем Спокойно Работать По нашим Стратегиям Что Касается Среднесрочных Либо Долгосрочных Инвесторов Именно Инвесторов То Я бы Не стал Обращать Внимания На То Что Происходит И Каждый Месяц Просто Покупал Б Мега Кэп Там Мета Гугл Мета Запрещен Россия Гугл Эпл И Так Далее Крупняк Просто Потому Что Мы Видим Что Сейчас У нас На Поиск Дня Это Искусственный Интеллект И Чаты На Искусственном Интеллекте Помощники На И И Мы Видим Какие Компании Туда Стремятся И Мы Видим Какие Компании Не Имеют Долгов Больших Имеют Большую Маржинальность Имеют Большие Денежные Потоки Это Мега Кэп И Если Вас Мучает Вопрос Куда Пропарковать Деньги То Туда В Мега Кэп На 3-5 Лет Проканули И Оставили Заходите Каждый Квартал Каждые Полгода Смотрите Что Докупили Просто Надо Понимать Что Вы Инвестируя Покупаете Ну Бизнес И Поверьте Акционерам Тоже Не Нравится Когда Цены Их Акции Они Падают И Они Будут Стараться Показывать Хороший Бизнес Хорошие Потоки Хорошие Корпоративные Отчеты Чтобы Инвесторы К ним Шли Это В Их Интересах Тоже Это Не Только В Ваших Интересах Чтобы Цена Акции Росла Но И В Интересах Тоже Вот Поэтому Если Вам Вот Все Эти Истории С Разметками И Трейдингом Чужды Пожалуйста Вы можете Загрузить Мегакэп А еще Лучше Купить ETF SPY И Покупать Его Регулярно И Не Пытаться Обыграть Рынок Целей Будете Вот У меня На этом Все Если Будут Вопросы Пишите Соответствующий Чат Будем С Вами Потихоньку Поэтапно Зарабатывать На Трейдинге И На Инвестициях Всем пока Держите Сверху Курс Продолжение следует